Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, сегодня будет ваша любимая рубрика Арабские ароматы, мои парфюмерные новинки И здесь будет как аромат, который просто меня при первом затесте влюбил в себя, я сразу же заказала себе полноразмерный флакон И также будет три аромата, нет, хотя два аромата будут слепую покупка, и также один аромат, который мне очень понравился при затесте, я его тоже офлаконила Поэтому давайте приступим Оформление, конечно, забегая вперед, могу сказать оформление просто, конечно, у арабских ароматов невероятное Просто крышесносное, можно сказать так, потому что эти коробки, все настолько, все продумано до мелочей Только из-за флаконов хочется завладеть этим ароматом Поэтому давайте приступим Название ароматов, если я буду где-то произносить неправильно, коверкать, я вам в любом случае пропишу в инфобоксе Также в инфобоксе будут ссылочки на все мои дополнительные социальные сети, на мой телеграм-канал В телеграм-канале я делюсь всей информацией, своими покупками, новинками, находками гораздо быстрее, чем на ютуб Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал Ну и также, что касается этих ароматов, я заказала их на Wildberries И хочу еще раз отметить, потому что под предыдущим видео были такие моменты, что кто-то любит Wildberries, кто-то не любит, доверяет, не доверяет Я повторюсь вам еще На Wildberries есть разные продукции Я просто недавно была в шоке, когда я листала просто разные ароматы Мне стали попадаться нишевые композиции, которые сделаны один в один под флакон Но которые стоят, допустим, две тысячи Я просто была в шоке И много там отзывов, комментариев И в этот момент мне стало страшно покупать какие-то ароматы с рук, то есть вторичка, что настолько сейчас хорошо подделывают флаконы Поэтому покупайте, пожалуйста, только в проверенных магазинах И понятно, не стоит покупать нишевый аромат за две тысячи на Wildberries Это как бы надо понимать, отдавать себе отчет Что касается этих ароматов, я покупаю в проверенном магазине Как я говорила, это не реклама Я покупаю в этом магазине уже не первый раз ароматы Все отлично, все классно И это оригинальные ароматы Потому что да, даже на арабские ароматы есть подделки Почему я оставляю ссылки? Не потому что это реклама или что это такое Как я и сказала, здесь я рассказываю свои впечатления, свое мнение Никого не призываю покупать ни в коем случае ароматы Вы должны думать своей головой Пробовать, решать, не делать каких-то спонтанных покупок Но я говорю про то, где я конкретно купила эти ароматы Те композиции, которые вот у меня в корзине на Wildberries Где я их приобрела Потому что за других продавцов я никак не могу вам отвечать Я делюсь на своем канале только впечатлениями и отзывами о том Что я лично сама попробовала А не то, кто-то сказал, где-то кто-то написал Такому я не верю Я предпочитаю сама все проверять Поэтому, кому будет актуальность, ссылки оставлю Потому что в любом случае, если не оставлю ссылки Будут вопросы, где я купила А вы уже выбирайте, где вам удобнее, где вам выгоднее И где вам лучше В общем, надеюсь, все понятно Итак, давайте приступим Первые два аромата у меня будут сегмента подороже Потому что, в принципе, сам бренд подороже И первый аромат, про который я вам уже рассказывала В рубрике «Куплю-не куплю» Я себе его купила, как я там и говорила Это бренд Afnan И композиция называется Cherry Bouquet Вот таким вот образом выглядит красиво коробочка Она вот так вот открывается Все очень красиво так сделано И здесь вот так все это выглядит Такие вот вишенки Сам флакон тоже выполнен просто супер Такой увесистый, красивый, добротный флакон Такой резной Просто супер Что касается самого аромата Как я и сказала, что я, когда заказывала пробник Не возлагала никаких-то супер ожиданий Потому что я понимала, что, в принципе, вишневого направления у меня в коллекции много Но этот аромат все-таки попал в мою коллекцию И я все-таки им овладела Это для меня красивая вишня с таким вот пудрово-гурманским аспектом Для меня это как будто бы какой-то десерт из вишни Он мне не напоминает Лос Черри И сказать, что это прям вот копия Лос Черри Или чего-то еще Нет Здесь со старта прям сладкий такой гурманский вишневый аспект Как будто вишня в каком-то сливочном мусе Вишня, ну опять же, не то что даже сливочная В каком-то сладком, таком гурманском прочтении Это все звучит настолько красиво Есть немного такой прям ликерности вишневой Есть миндаль, но и вишня Даже сказала бы я больше сладкая такая черешня Какой он обалденный Красивая ваниль Есть ягодные аспекты Там и малина, и слива, цветочные аспекты Ну в общем-то это для меня прям красивый такой вкусненький вишневый десерт Но опять же, когда я говорю вкусненький Это не значит, что аромат такой прям супер съедобный Нет Он довольно красиво звучащий по парфюмерному То есть это парфюмерное красивое прочтение Но с такими сливочными, сладкими, мягкими аспектами Я в общем осталась в полном восторге Аромат очень диффузный, яркий, стойкий, шлейфовый Мне аромат понравился безумно С огромным удовольствием буду им пользоваться И отливантик сразу же, как я вам говорила, у меня быстро закончился И вот теперь пользуюсь флаконом Мне эта вишня нравится Это, наверное, одна из самых бюджетных вишен Которые есть в моей коллекции И он прям очень крутой Поэтому очень советую познакомиться с ним Далее меня также заинтересовала новинка от бренда Afnan И это у нас мистик букет Вот так вот он выглядит Упаковочка сама Красивая такая вот обалденная коробка И также делала распаковку По-моему, публиковала в шорт Так вот коробочка открывается И здесь вот такое вот оформление И сам флакон Такой же резной, красивый Но такого глубокого, красивого, зеленого оттенка В общем, люблю такой зеленый цвет И вот так вот выглядит Сам флакончик Это тоже классное такое прочтение Современное Фруктово-цветочное И это композиция, которая прям вот Ну обалденная Его, кстати, сравнивают, если я не ошибаюсь Чем-то по настроению С ароматом от Parfum de Marley Точно вам не скажу Параллельно я их не сравниваю Но здесь есть немного вот такой вот Воздушности Наподобие флёр наркотик То есть есть прям такая воздушность Но не похож на флёр наркотик Хотя здесь тоже заявлена нота личи Но вот он похож своей вот такой вот Воздушностью Здесь у нас сладкий персик, цитрусы Очень красивая нота пиона Немного ветивера Ваниль такая мягкая И в общем, это такое современное Красивое прочтение На такую вот, в принципе, модную ныне тематику Таких вот цветочно-фруктовых Озоновых Немного даже как будто слегка минеральных ароматов А если вам, в принципе, нравится флёр наркотик Вам нравится парагон То вы можете попробовать этот аромат Но, как я и сказала Он на 100% не похож на флёр наркотик На флёр наркотик он похож Своей вот этой вот диффузностью и воздушностью Поэтому мне понравился Красивые персики Красивые цитрусы Он такой звонкий, воздушный Очень красивый такой воздушный пион в раскрытии Это не плотная цветочность Это прям такая красивая, современная Диффузная композиция Вот он какой-то стильный Про него можно действительно сказать Что это такое стильное, современное звучание Поэтому тоже обратите внимание Прям понравился Стойкость, шлейф, всё просто Технические характеристики Всё просто на высоте Следующая композиция у меня От бренда Аврор Парфам И эта композиция называется у нас Самая И вообще это, кстати, я вам рассказываю про эту линейку Показываю В этой линейке 4 аромата 4 времени года Это лето, весна, осень, зима У меня лето именно Лето меня по первому впечатлению Впечатлило больше всего Вот я вам сейчас так покажу Какая здесь жидкость Прям такая перламутровая Сфокусируется Вот, перламутровая с блёстками жидкость Но я в любом случае сделаю подсъём И как это всё пришло упаковано Просто невероятно Вот в такой вот коробке Вот так это всё открывается И здесь у нас отдельно стоил флакончик Здесь у нас крышечка была И тут ещё такая вот Маленькая тревел-версия аромата Такой сумочный формат 9 миллилитров Вот так вот это выглядит Чтобы носить с собой в сумочке Тоже, мне кажется, прям супер-классно придумано Что скажу про аромат Когда я распаковывала Как раз мама моя была у меня в гостях Здесь такая прям огромная крышка Мама, когда я его послушала Говорит, господи, какой он красивый Какой он сочный Какой он позитивный И я с этим соглашусь Со старта прям огромное количество Сладких цитрусов Сладких таких фруктовых аспектов Такой прям немного Медово-кремовый персик для меня И в общем-то Я считываю здесь как будто Немного дыни И яблочные И грушевые аспекты То есть это в общем-то Такие очень красивые фрукты И далее появляется немного Сливочности, такой молочности кокоса Красивый кремовый жасмин Я даже, кстати, по слепому Такому затесту Думала, что здесь есть тубероза Но тубероза здесь нет Но я ощущаю вот такую прям красивую Жасминово-туберозную сливочность Огромное количество фруктов Сливочный кокос И приятная нежная ваниль И это действительно аромат Он, как я сказала, за счет кокоса Немного дает ощущение И солнца пляжа отдыха Но в то же время За счет такого кремового Цветочного прочтения Это вполне себе аромат То есть это не какая-то пляжная Просто тематика Это такой красивый Летний Женственный Мягкий Окутывающий Очень такой женственный Летучий Шлейфовый аромат Мне он понравился тоже Звучит красиво Звучит Я не скажу В принципе Либо это Такая коммерческая ниша Либо красивый Добротный люкс Потому что по звучанию Это понятно Это приятно Такое понравится многим И в принципе Я рекомендую присмотреться Ко всей линейке Потому что все ароматы По-своему хороши Я когда гуляла по магазинам Тогда рассказывала Делилась отзывами Потому что все В принципе Композиции Все четыре аромата Они очень даже Соответствуют Своему названию Осень для меня Это тоже действительно Прям такой вот Какой-то цветочно Слегка меланхольный аромат Прям ощущение Как будто бы Вы идете И под ногами Шаушат листья И так же весна Это прям Это природа пробуждается Ну в общем Все ароматы Очень красиво В принципе собраны И здесь Вот это Такой сочный Фруктово-цитрусово Слегка молочный За счет цветов Белых И кокоса Аромат Просто позитив Во флаконе И как я сказала Стойкой шлей Все на высоте Поэтому тоже Приятно удивил И следующий аромат Кстати на него Было очень много Запросов Расскать перед композицией Честно говоря Наверное без ваших Запросов Я даже не обратила На него внимания Потому что я подумала Что это прям 100% мужской аромат Это латафа Из премиальной линейки Здесь такая у нас Коробочка с автомобилем И вот премиальная линейка Конечно у них Прямо настолько Красиво все упаковано Здесь у нас Смотри Вот такая вот коробочка Бронзовая И тут у нас У нас уже был непосредственно Сам аромат Все очень красиво Так выполнена Прямо такая шкатулка И внутри у нас Вот такой вот Красивый аромат С таким объемным автомобилем Смотрите Он прям объемный Все так прикольно сделано И что могу сказать Аромат в принципе Да заявлен как унисекс Я с этим согласна На все 100% Потому что это Вот прям такой Добротный унисекс А по звучанию Здесь Композиция Кстати по-моему Даже сравните Если я не ошибаюсь С Dior Homme Мне в принципе Мужской Dior Homme Очень нравится Потому что На мой взгляд Он вполне себе Унисекс Я бы сама его С удовольствием носила И здесь Тоже есть Вот это Ирисовый Такой Мягкий Какой-то Слегка Кремовый Эспек Также здесь Есть немного Шоколада Прям ощущение Разломленного Темного Может быть даже Не темного А молочного Шоколада Потому что нет Вот такой терпкости И Есть Приятная Такая чайность Ирис Очень красивый Ирис Опять же повторюсь Немного Каких-то Молочных Сливочных Аспектов Ну и конечно же Когда я стала выбирать Смотреть его Белого шоколада И что могу сказать В общем-то Действительно Аромат Звучит На мой взгляд 100% Унисекс И так же Читала на Фрагрантике Отзывы Там всего Пара отзывов Отзывы Такие были Что это Для мужчин Либо он Какой-то Возрастной Я абсолютно Не согласна Очень приятный Такой Не супер Громкий Не термоядерный Аромат На тему Действительно Шоколада Здесь Кстати Заявленный Шоколад Белый Ну может быть Но я как будто бы Вообще Все-таки Больше Молочного Шоколада Нежели Белого И все Это С мягким Красивым Ирисом С такими Легкими Цветочно Чайными Аспектами Есть Цветочность Легкая Может быть Немного Белых Цветов И в общем-то Красивый Чай Зеленый Чай Мне он Нравится Очень Даже как будто бы Немного Улавливаю Я таких Молочных Аспектов Может быть Белой Шоколад Дает Такой Молочности Может Это Все-таки Чай Чай Мат И даже Я бы сказала Может быть Немного Молочного Луна Также Кстати Писали мне Что он Довольно Тихий Но я бы не сказала На моей Коже Он Ощутим Это Не супер Какой-то Яркий Шлейф Аромат То есть Стойко Шлейф Средненько Но Держится На моей Коже Не менее Четырех Часов Как минимум Держится То есть Я его Ощущаю То есть Руки Какие-то Движения Делаю Взмах Рукой То я Постоянно Постоянно Ощущаю Поэтому В принципе Я его Представляю Может быть Даже На мужчине Если Мужчина Любит Такие Мягкие Ароматы То да Но и На девушке Я его Представляю Поэтому Для меня Это Стопроцентный Унисекс На мой Взгляд Даже Больше В женскую Все-таки Сторон Чем Мужскую Потому Что Он Слишком Нежный Мне Кажется В своем Еще Будет Несколько Ароматов Подобного Направления Тоже Что Я нашла Из Арабских Ароматов Тоже Совсем Скоро Поделюсь Но Вот Этот Один Из Фаворитов Вот Такие Четыре Аромата Также В ближайшее Время Выпущу Еще Одно Видео Там Тоже Расскажу Про Несколько Интересных Арабских Ароматов Ну И В принципе На Моем Канале Как Вы Знаете Много Всего